Египетские активисты провели шествие со свечами в память о 25 коптах, убитых военными два года назад во время акции протеста около здания государственного телецентра. С наступлением темного времени суток участники мероприятия пришли на место кровавых событий, неся фотографии убитых и призывая наказать виновных в их гибели. Тогда военная полиция направила бронетехнику против христиан, вышедших протестовать против атак на церкви в Южном Египте и требовавших отставки губернатора провинции Осван. Многие участники демонстрации также получили ранения, когда силовики открыли огонь по толпе. В целом, во время событий октября 2011 года были ранены 239 человек. Христиане Египта уже давно недовольны дискриминацией со стороны властей и напряженными отношениями с мусульманским большинством, ухудшившимися после отставки Мубарака и роста популярности исламистского движения «Братья-мусульмане» и их лидера Мохаммеда Мурси. Мурси лишился своего поста в июле текущего года в результате массовых протестов. После его отстранения сторонники «Братьев-мусульман», обвинив христиан в поддержке переворота, совершили ряд нападений на них. С июля около 44 церквей были подожжены. По меньшей мере, 7 христиан, включая одного священника, были убиты. Многие пострадали в столкновениях. Копты составляют около 10% 85-миллионного населения Египта, постоянно испытывая трудности с получением разрешения на строительство и ремонт церквей и встречаясь с противодействием в получении постов на государственной службе. Причем их положение при Мурсе было хуже, чем при Мубараке. Несмотря на эти сложности, лидер коптов, папа Феодор II, высказался резко против иностранного вмешательства в дела Египта, считая, что за тяжелыми временами наступит новое рождение и правительство военных направит страну в направлении демократического развития.